что сейчас делать ребят всем привет поступил вопрос да в какой стойке лучше начинать борьбу этот вопрос как ну очень персональный да скажем так для меня поскольку я не чувствую уверенности в борьбе в стойке да а я смотрю как действует мой оппонент если я на первых захватах чувствую что меня начинают растаскивать ломать мою осанку это повод меня задуматься как быстрее прыгнуть в гард да если же я чувствую что по первым захватом мы можем чуть походить может быть я даже смогу сделать какой-то бросок поскольку у меня нету ну никакой базы до борьбы в стойке я предпочитаю все же ходить более такой дзюдоистской стойки да то есть более прямыми ногами нежели вот так вот низко это связано с тем то что ну я не чувствую что я смогу сделать вход в две ноги да поэтому стоять прям супер низко не имеет смысла для меня и я очень люблю брать захват здесь воротник причем обязательно по верху falta захвату живых почему потому что захват сверху но он подавляющий да вот например и вот здесь я покажу если у нас по сути дела односторонний заход мест у меня рука сверху да понятно что я могу притягивать могу толкать саша же при этом притягивать меня скорее сколько blade смогу упереться а а вот если мы теперь поменяемся теперь он может предъявить и толкать а я британ не могу составлять optimization лопатadaşная проague здесь то что он lottions сверху задает мой локоть и но это надо понимать поэтому когда мы начинаем бороться Я беру захваты, я стараюсь этим захватом контролировать дистанцию. Понятное дело, что если этот захват не держит дистанцию, он мне вообще, в принципе, не нужен. И при этом я контролирую руку человека либо здесь, либо в районе локтя. Обычно чуть выше локтя я беру. Почему? Потому что вот эти захваты, они дают мне контроль дистанции. То есть некое чувство безопасности. И здесь, смотря как человек двигается, я уже буду думать, может быть, я его разведу на свип-синдл, то есть избавлюсь как-то от этого захвата, продерну его туда, возьму захват за ногу, постараюсь бросить. Может быть, если человек совсем драчок, но хочет со мной зачем-то ходить, я возьму захват вот здесь, правда, классику дзюдо, и постараюсь его сюда подергать. Может быть, я его смогу бросить, ну, таким, подсечкой, назовем ее, не знаю, передняя подсечка, наверное, будет правильное название. Но чего я не делаю, я не делаю, ну, броски прям чистое дзюдо, да. То есть японская ноги, да, спина с колен, не делаю броски, там, какие-то задние подножки или еще что-то. Но все равно, тем не менее, для меня актуальная стойка. Ну, примерно вот такая, такая, да, то есть с более прямой спиной, да, чуть более легкие ноги. Я не люблю ходить где-то вот здесь, да, вот так. Я так хожу, только если я знаю, что мне придется быстро делать ярдпул, да, то есть я хожу здесь, да, я сразу сел. И иногда я делаю такую штуку, даже вот если мы здесь взяли, особенно когда односторонний захват, вот здесь. И иногда я чувствую, что я в стойке его не смогу, ну, расшатать, да, развести на что-либо. Я понимаю, что меня надо ярдпулить. Но при этом я знаю то, что человек, ну, может мне сделать такой фейковый, да, зацеп, подсечку и получить на этом два балла, если я в этот момент буду садиться, и он попадет в тайминг, да. Я люблю что делать, я люблю забирать эту руку, неважно как, то есть просто мне нужен любой захват здесь. То есть я делаю легкий такой шрунг, да, снэкдаун, как угодно называется, сдергиваю человека, и в этот момент сажусь. То есть мы ходим, ходим, если я просто сяду, он успеет мне вот так по ноге дать, да, я делаю некую такую штуку, да, сразу сел. То есть я его чуть-чуть отвлек, сразу сел, пока он пытается понять, что произошло, я в этот момент должен провалиться. Но это лично мой концепт. На самом деле, ну, как вам удобно, да, у кого-то хорошая подвижность в тазу, хорошая гибкость в спине, люди могут стоять прям вот так очень долго. Особенно в легком весе, я так себя немножко некомфортно чувствую, я чувствую, что я в ноги все равно не пройду, поэтому как-то, ну, типа делаю то, не знаю что. Плюс она зависит от роста, да, вот Саша чуть выше меня, поэтому брать ему захват вот так за спину явно проблематично. То есть скорее он мне этот захват возьмет, чем я ему этот захват возьму. И надо это как бы тоже понимать и уважать, и надо под каждого человека подстраивать, ну, свои приемы, потому что он чуть выше меня, у него чуть длиннее руки. Я это понимаю, что если мы будем бороться на дистанции, он мне вообще не даст захваты эти взять. Он будет всегда первый забирать захваты, ну, только если мой навык борьбы на захватах, ну, не на другом уровне, да, не сильно выше. И, естественно, если я хочу хулить гард, я вообще не должен давать ему захваты, потому что как только у него появляется захват, у него уже есть какой-то контроль меня. Потому что теперь, пока я думаю, как мне хулить гард, у меня начинает распасть, и вот я начинаю путь, а он мне в этот момент, о, как мешок, либо улетаю, и он получает бросок, либо он еще получает проход гарда. Если это засчитают как грудь пул, тогда это будет грудь пасть на него. Окей, а в случае, если Саша начинает с низкой стойки? А есть такая манера, да, у людей, не зная борьбы в стойке, имитируют из себя такого крутого борца, да, вот как видели на видео, он не знает зачем это делать, да. Вот так вот ходить низко, да, при этом не пулить гард. Я понимаю, когда у человека низкая стойка, и он либо узнает отходить в ноги, там, ну, да, может быть, в голень, да, может быть, вот эти низкие все сингл-леги, да, или взрывные дабл-леги, или гард-пула. А бывает то, что люди зачем-то стоят низко, но при этом не знают, что делать. Вот таких иногда я просто хватаю здесь, и я иногда вот мега тупой штукой бросаю. То есть, ну, штука реально мега тупая, потому что, когда человек сидит низко вот так, но неправильно, у него баланс распределен неравномерно, я вот толкаю, и его впереди стоящую ногу просто цепляю. Поскольку у него вес упадет впереди стоящей ноги назад, стоящую ногу, он легко падает. Я получаю очень легкий, ну, просок. То есть, это тоже надо понимать, надо понимать, зачем вы опускаетесь, да. Есть смысл держать осанку вот так, чтобы вас не схватили за воротник, да, и просто вот так вот вниз не сдернули. Чтоб не было снабдауна такого, потому что, если я сбегу за спину, зафиксируюсь, это все равно бросок. Ну, по логике, да, нас всегда учат то, что прямая спина, подсунутые ноги, да, то есть, стойки, если что, то люди борются примерно вот так, да, то есть, у них легкие ноги, да, достаточно широкая стойка, потому что сейчас, наверное, проходят ноги, и прямая спина. Больно в борьбе, спина все равно полмая, ноги подсунутые, да, они все равно где-то здесь борются. Только, когда они уже завязли, люди допускают, ну, согнутую спину. Ну, то есть, в конце, вот стоять как-то вот так, ну, очень правильный, потому что поясница слабее, чем ноги, она забивается, через 2-3 минуты сватки вы это почувствуете. И самое обидное, вот если мы здесь с Сашей пропадались вот так вот, а он потом сделал гардпул, да, и дотянул меня, например, спайлер, да. Я и так стоял с согнутой спиной, и опять стою с согнутой спиной, я здесь скоро умру просто, вот и все. То есть, чисто за счет перенапряжения мышц спины? Ну, я просто устану, банально, именно мышечных. Вот так и живем. Как бы и свободен. КОНЕЦ